Казалось бы, безобидная надпись на заборе. Просто номер телефона без подписи. Однако, это один из способов распространения наркотических и психотропных веществ. Сегодня Анапа – активный участник акции «Кубань без наркотрафарета». Ее цель – обнаружение и ликвидация таких надписей, а также выявление тех, кто этим занимается. Однако, на этом наркодилеры не останавливаются и придумывают новый вариант избыта. Что самое тревожное сегодня – в некоторых регионах России они пробуют зайти со своим смертельным товаром в школы. Самая главная, самая страшная проблема сегодня – это то, что сами дети являются уже распространителями. То есть, в школу заходят дети и распространяют свои средства. Основная задача – это профилактическая работа среди детей и подростков. На данный момент за употребление алкоголя был привлечен один школьник, а за употребление наркотических веществ – четыре. Тенденция на снижение, однако успокаиваться нельзя. Регулярно в учебных заведениях Анапы проводятся мероприятия с участием сотрудников полиции, врачей-наркологов и представителей администрации города. В этом году по инициативе Управления по делам молодежи запускается новый проект, в рамках которого специалисты будут проводить работу с родителями детей дошкольного возраста. Это уже в детских садах мы с родителями проводим работу о вреде курения. То есть туда приглашаются и сотрудники полиции, и сотрудники здравоохранения, работают с родителями, ведь они в основном молодежь. Все неравнодушные жители и гости города-курорта Анапа могут принять участие в борьбе с распространением наркотических и психотропных веществ. Если вы заметили надпись, предлагающую приобрести или знаете о сбыте, то необходимо обратиться в полицию или позвонить по телефону межведомственной антинаркотической комиссии. Ника Пастенес, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.